От лирики к реальности, так комментируют приезжие туристы, увиденные. Сначала они любовались красотами природы и гостеприимством местных и даже не подозревались, что после им предстоит лицезрение. Здесь мусорные острова. Первое впечатление, первых дней. Абсолютно просто уничтожило в какие-то моменты. И скажу вам так, что нам тяжело приходилось отходить от этого. То есть ты это увидел и ты не можешь это развидеть. И тут же переключиться на пасущихся лошадок в лугах. Пластиковые бутылки, пакеты, огромные бревна и даже бытовая техника. Регулярно на водохранилищах скапливаются тонны мусора. Периодически их прибивают к платинам ГЭС. И если вдруг в турбину попадет что-нибудь крупное отсюда, то и до техногенной катастрофы недалеко. У нас был случай, когда две секции этой решетки были деформированы. И в этой связи нам проходилось почти полтора месяца останавливать станцию и выполнять ремонтные работы. Поэтому мы всегда стараемся избежать вот таких случаев и вовремя собирать этот мусор. Около 700 тонн мусора вывезли отсюда еще в июне. Сетут представители Русгидра. Это хвостовая часть Гацетлинского водохранилища. Всего за два месяца тут снова образовался мусорный остров. Я сейчас нахожусь на так называемых боновых заграждениях. Они способствуют задержанию этого мусора, чтобы он не доходил до водоприемника электростанции. В компании уверяют, что делают все возможное. Однако принимаемые меры дают только временный эффект. Да и в целом это вовсе не их обязанность. Все водоемы и водохранилища являются федеральной собственностью. Следовательно, ответственность за все, что в них происходит, должен нести Росприроднадзор. Власти тут иногда проводят субботники, но на этом борьба с мусором чаще всего и заканчивается. В рамках нашей компетенции мы можем организовать только субботник с участием волонтеров, работников Министерства природных ресурсов. Остальные вопросы надзор у Росприроднадзора, федеральные органы и муниципальные органы. Откуда же все-таки берутся эти тонны отхода? В истоке мусорных риг, высоко в горах. Эксперты говорят, причина всей этой экологической катастрофы в нерешенности проблемы вывоза и утилизации мусора в горных районах Дагестана. Отчего местным жителям легче по традиции выбрасывать мусор в такие ущелья и овраги, после чего с первыми дождями этот мусор утекает в реки. Это живописное Купинское ущелье невольно превратилось в пристанище для мусора. Такая картина встречается практически в каждом ауле Дагестана и бросают сюда отходы люди без зазрения совести. Зачем вы там мусор сейчас выкинули? Мусор там зачем выкинули? Смотрите, это специально для мусора место. Там табличка была внизу, там было мусор, там запретили, сказали здесь делать. Здесь все бросают. Я в Махачкаре сам живу, я вообще в гости приезжаю. Я здесь вообще не живу. Тем временем жители негодуют. А что им делать, если нет специально отведенной площадки для этого и мусорных баков? Не в домах же хранить. В свою очередь, местная власть отмечает. Они бы с радостью организовали работу по вывозу отходов и установке контейнеров. Но нет финансирования. Самое идеальное решение было бы, например, установить урны, вывозить мусор, наутилизацию. Ну, это все не в наших силах, потому что мы не имеем средств. Возможности нет. Здесь сжигаем мусор. Вот несколько раз приводим порядок, чтобы меньше вреда природе было. Своими силами то, что мы можем, мы делаем. Ясно одно. Чтобы решить эту проблему, нужен комплексный подход. Люди, в свою очередь, должны проявлять сознательность. Муниципалитет обеспечить вывозы и утилизацию мусора в селах. Минприроды и Росприроднадзор искать пути решения. Но, судя по этой пугающей картине, многие ответственные за это свой долг до конца не выполняют, переваливая вину друг на друга. Как говорится, овоз и ныне там. Ватимат Ханапова, Мусас Алгиреев, Новости ННТ.